Приветствую вас, дорогие мои зрители. Сегодня у меня такое видео, филологическое. Я решила рассказать о том, что меня волнует, обращать на себя внимание. Я уже не так волнуюсь, как, например, 20 лет назад, когда я приехала сюда, в Актюбинск. Меня поразило употребление некоторых слов неверное, но очень устойчивое и характерное для данной местности слов русского языка. В общем, я не хочу сказать, что только в Актюбинске так разговаривают. Потом это относится абсолютно ко всем, ко всему населению, не только к носителям русского языка, не только к титульным представителям других этносов. В общем, это вот именно носит местный характер, местностный. И так я тут насобирала 10 ошибок пока. Ну, так вот наобум прикинула, вот сразу что вспомнилась, то и написала. Первое слово, которое меня повергает в шок, и оно как-то неискоренимо, это слово «калидор». В общем, то есть слово «калидор» уже, как мне кажется, становится нормой. Ну, причем, да, конечно, интеллигентные, образованные люди. Ну, то есть образованные – это не обязательно интеллигентные, интеллигентные, скажем, люди. Они так не говорят, но мне даже ухо уже не режет это слово. Второй и третий пункты, наверное, носят профессиональный характер. Но я впервые такое ударение услышала здесь, и поэтому очень долго связывала именно с Актюбинском, с этой местностью. Потом, когда мне разъяснили, что это вообще, говорят, профессионалы этого дела все ставят такое ударение, ну, я не знаю, мне кажется, у нас в Улам-Удэ так не говорят. В общем, это слова «пеня» и «недоимка». Не то, чтобы я слово «пеня» не слышала раньше, я слышала очень много, я с детства это слово знаю, знаю, о чем это. И я не могла представить, что можно поставить такое ударение в слове из двух слогов, можно выбрать неверное ударение. Почему? По какой причине? Что здесь тюркское влияние, где ударение падает на последний слог? Тогда чем объяснить слово «недоимка»? Что тут сельскохозяйственное влияние? Что это, может быть, связывается с словом «доить»? Не знаю, если вот так. Ну, тем не менее, да, здесь, именно здесь я услышала «пеня» и «недоимка». Ну, и на всякий случай произнесу правильно «пеня» и «недоимка». Ну, надо посмотреть, кстати, в словарь. Кстати, я в словарь не заглядываю, потому что, ну, я уверена, что я права. Ну, потому что мне кажется, что это общеизвестно. Но не здесь. На четвёртом месте такая ошибка. И она тоже, я так подозреваю, что она свойственна не только Актюбинску, не только Казахстану, но и вообще во всём русскоговорящем мире. И, наверное, эта ошибка есть местами кое-где. И это когда гординами называют карнизы. Ну, то есть то, на что мы вешаем шторы, здесь называют гординами. И причём вот поголовно, и даже те люди, которые говорят, да-да, гордины вообще-то, это гординное полотно, это шторы, собственно шторы. А то, на что их вешают, это карнизы. Тем не менее, говорят, но всё равно, а здесь все говорят гордины, и они не поймут, если вы скажете, карнизы. Ну, вот приходится подстраиваться, чтобы тебя поняли. Так, пятое. Я написала борщ и щи, такой пункт. В общем, я столкнулась с тем, что здесь слово борщ очень хорошо знают, и все его любят, но совершенно не знают, что такое щи. Теперь я усомнилась, думаю, может быть, я не то называю щами. Ну, то есть слово щи вообще здесь непонятно, и вызывает у человека полное непонимание, что это. Очень часто я не говорю за всех, за всю Одессу, за весь Ак-Тюбинск. Обо всём Ак-Тюбинске, конечно, я знаю. Ну, вот тем не менее. Ну, по крайней мере, ну, я скажу, что там, где я выросла, кулану Де, борщом называли капустный суп со свеклой, а если там нет свеклы, то это были щи. Может быть, это тоже неправильно, да. Потому что щей существует множество рецептов. Ну, вот как бы в советской кулинарии, в столовской, в общепитовской, с щами назывался, да, такой суп. Суп с капустой без свеклы. Когда я в Москве, ну, вот у нас есть наш друг Паша, который живёт в Подмосковье. И у него мама украинка, и во всём и во многом, во всяком случае, языково, он больше мамин сын. То есть, ну, украинские, некоторые особенности украинского произношения, лексикон у него во многом имеет украинское влияние. Он говорит, ну, это говорит, это говорит так по-украински, называть борщом, ну, капустный суп. Я, ну, и это от него так странно слышать, потому что папина татарская кровь в его внешности переборола мамину. То есть, он выглядит как татарин, очень красивый такой парень. Вот. Но ментально он ближе к украинцам. Так, и также украинское влияние, я думаю, у нас в произношении слова плотина. Плотина здесь произносят поголовно, я не слышала другого ударения, произносят плотина. Я сначала даже не поняла, о чём это плотина, потому что, ну, есть слово платина, есть слово плотина. Ни в том, ни в другом слове ударение не падает на последний слог, но я вообще не поняла, что такое плотина. И, ну, здесь вот говорят, надо съездить на плотину, ковры постирать. Это, кстати, о том, что там, где стоит плотина, наклонная бетонная поверхность к реке. И на ней очень удобно расстелить ковёр, запастись вёдрами, щётками, моющими средствами, и как следует этот ковёр помыть, постирать, и посушить в солнечный день. То есть день посвящает, можно день посвятить коврам, и у вас будут чистые ковры бесплатные, если не считать расходов на бензин и на моющие средства. Почему я думаю, что это украинское влияние? Мне кажется, тут аналогия со словом «крапива», которое здесь тоже частенько встречается. Я сначала не могла понять, откуда такое ударение, а потом, когда услышала, что так люди говорят от наших украинских блогеров, я поняла, что всё правильно. Это всё правильно, но только по-украински, видимо. Теперь, значит, по поводу плотина. Теперь слово «плотит». Что такое «плотит»? Уплочено, оплочено. Ну, вот это мне так режет ухо. Я вообще не понимаю, как можно так говорить при наличии теле- и радиовещания, где это слово можно слышать часто довольно-таки. есть проверочное слово «плата», то есть «платит», ну, тем более, что это ударное гласное «платит», уплачено, оплачено. Тоже вот это мне совершенно непонятно, но я понимаю, что это «платить». что помимо проверочного слова есть запутывающее слово. Забыла, какое. Так, ну, у меня ступор перед камерой наступает. Ну, ещё хотела добавить, вскользь упомянуть, что при слове «платить» такая распространённая ошибка, она уже здесь будет 11-й, и, в общем, я её вставлю в другое видео, но здесь упомяну. Есть ли разница, ну, кому режет ухо фраза «оплатите за проезд»? Я, мне уже почти перестала резать ухо эта фраза. А в чём здесь ошибка? Попробуйте ответить на этот вопрос. Ошибка в конце видео. Дальше. Так, это у меня был пятый, шестой, седьмой пункт. Очень часто здесь у меня создаётся впечатление, что слово «щенки» здесь вообще неизвестно. «Щенок», «щенки». Потому что в основном я слышу «кутята», «кутёнок». Ну, это я уже не знаю, чьё это влияние. Слово «кутёнок» я встречала только у Тургенева. Только в литературе. То есть у нас там, в УАНУДЕ, где там, в России, в Москве, где я жила, в России такого слова не слышала. Я думала, что это устаревшее литературное. Нет, оно вполне живое, оказывается. Ну и девятый и десятый пункты. Так, восьмой у меня плотина, я просто перескочила. Девятый и десятый пункты, они скорее не к грамматике относятся, не к стилистике, а к смещению географических понятий, ну, к употреблению слов и ошибке в связи со смещением географических понятий. То есть, с точки зрения филолога, это фактическая ошибка. Север. Девятый пункт «Север». В общем, когда я говорю, что я из УАНУДЕ, из Бурятии, большинство думает, что это на севере. Ну, для меня это странно. Ну, то есть, востоком они считают себя, а всё, что восточнее, это север. Хотя, если посмотреть на карту или на глобус, Актюбинск и УАНУДЕ находятся почти на одной широте географической. Посмотрите на карту, ребята. Повертите голову. Ну, я уже не говорю о том, что это не относится к филологии, но кто-то не знает вообще, что такое Бурятия, что существует такая национальность. Ну, и, кстати, все вместе с словом национальностью употребляют слово «нация», что тоже неверно. Но это уже стилистическая ошибка, будем говорить. Так, что существует такая национальность, и многие думают, что у нас ездят олени, мы ходим в меховых хунтах, ну, в общем, такое, ну, как эскимосы, наверное, как-то так. Как они себе представляют Бурят, я так себе представляю эскимосов и венков. И десятый курт, что меня особенно бесит, но по поводу чего я уже успокоилась в последнее время, полное смещение понятия «Центральная Азия». Ну, почему меня это так сильно задевает? Потому что мой папа, это как раз специалист по археологии, этнографии «Центральной Азии». И с лёгкой руки, ну, по-моему, Аскара Акаева Среднюю Азию решили называть «Центральная Азия». Ну, то есть он стал называть «Центральной Азией». И Казахстан, конечно, дружно подхватил. Конечно, кому же охота быть средними, середнячками, лучше быть «Центральными». «Центральными». Но, ладно, Бог с ними, с амбициями. Не в амбициях дело, а дело в путанице, которая создаётся в научном мире, допустим. Ну, с географией, ладно, с географией там, у большинства, как мне кажется, населения плохо. Но ведь это вносит путаницу в науку. То, что является «Центральной Азией», не является «Средней Азией». Это разные регионы. Они где-то пересекаются, вот так вот их ареалы пересекаются, но это разные географические зоны. Ну, «Центром Азии», как известно, общепризнанно, является город Кызыл. И регион «Центральная Азия», он охватывает несколько другой регион, чем «Средняя Азия». Так что, вот так. Ответ в конце видео. Так, в общем, если мы говорим «за проезд», то мы употребляем глагол «платить». Платить за проезд. Если мы употребляем глагол «оплатить», то мы не употребляем вообще никакого предлога. «Оплатить проезд». «Оплатить проезд». Только так правильно. И давайте не будем делать так, чтобы оплатить за проезд стало нормой. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам красиво и правильно разговаривать, а также здоровья, красоты, счастья, удачи и успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Айуна. Субтитры создавал DimaTorzok